На телеканале РБК Омск новости. Меня зовут Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. И снова мимо. Омск не попал в топ-15 городов, которые комфортны для проживания опускников вузов. Эксперты Бюро исследований «Стрелка» провели анализ 98 мегаполисов городов с населением более 250 тысяч человек. Качество жизни оценивалось по комфортности климата, возможности получить туристическую визу, а также по разнообразию вакансий для начинающих специалистов. Рейтинг ожидаемо возглавили Москва и Санкт-Петербург. Причем, по словам экспертов, дело далеко не в численности жителей. В лидерах также оказались два малонаселенных города – Новороссийска и Йошкар-Ола, с населением 270 тысяч человек. Новосибирск занял 11-ю строчку рейтинга, на последнем месте – Магаз. Омск в число аутсайдеров не попал, однако и привлекательным для вчерашних студентов его назвать нельзя. По статистике, каждый третий выпускник омских вузов уезжает из города. Работу, может, и не найдете, зато домой уйдете нарядными. На флешмоб службы занятости людей привлекали бесплатными услугами салонов красоты. Для молодых студентов организовали квест «Кем быть», который должен был помочь ребятам определиться с будущей просферой деятельности. Возможно, уже подыскать для себя интересную вакансию. Однако, как выяснилось, молодежь рабочей профессии особо не интересует. Что молодые в Омске ищут, так и не могут найти, расскажет Елизавета Рыбина. Как не пойти на дно в бескрайнем море вакансий и найти для себя ту единственную? Увы, ответа на этот вопрос на акции от Омской службы занятости омичам не удалось найти. Отчасти из-за того, что самих вакансий было немного, отчасти из-за неудобного времени проведения акции. Молодежь, которая могла бы озаботиться выбором профессии, этот день провела за партами. Не вся, правда. Были и те, кто пришел вместе с одногруппниками, чтобы скучные лекции променять на какое-никакое развлечение. Тем более, специалисты службы занятости свое детище окрестили флешмобом. Организаторы, кстати, тоже не остались в накладе. Молодые активисты отметились в конкурсах, поучаствовали в квесте и вообще заполнили большую часть площадок. Вот только искать рабочие места они не собирались. Большинству и вовсе нет 18-ти. Все-таки зависит все от времени проведения данного мероприятия. И, как мы сегодня понимаем, сегодня будет не день, мероприятие проведено в раннее утреннее время. То есть больше все-таки молодежи находятся сейчас на учебе, на занятиях, в школе, на барах, в университетах, в хузах, в СУЗах и так далее. Если бы мероприятие проводилось немножко позже, я думаю, было бы побольше, конечно же, молодежи. Человека кормит труд, только вот как прокормить себя, если трудиться ты хочешь, а работы не хватает. Этот вопрос тоже остался открытым. Тем не менее, по словам организаторов, работы и для молодежи, и для умудренных опыта мамичей много. Местные эксперты видят проблему в том, что ожидания соискателей часто не совпадают с тем, что им могут предложить работодатели. У кого-то завышенные требования к заработной плате, кого-то не устраивает график работы, а кто-то просто не может определиться собственными желаниями в погоне за престижем профессии. Именно с такой проблемой старается бороться служба занятости населения. Самая главная, наверное, проблема – это как раз-таки дисбаланс, так скажем, спроса и предложения. То есть работодатели требования к соискателям одни, соискатели видят, что это совсем должно быть по-другому. И одна из государственных услуг органов службы занятости – это услуга по социальной адаптации на рынке труда, безработных граждан, по психологической поддержке, как раз-таки направлено на то, чтобы все притязания соискателя направить в нужную роль. Некоторым амичам все же удалось найти подходящую вакансию. Впрочем, эти случаи скорее исключения, чем правила. Многие гости так и не увидели для себя возможных вариантов. И это несмотря на ворох бумаги. Флайеры и буклеты разложены были повсюду. Интересно, что желания трудиться амичам хватает. Смущает горожан лишь неверие в собственную привлекательность для потенциальных работодателей. Уровень образования тоже имеет большое влияние. Допустим, со средним специальным достаточно сложно найти. Обычно много вакансий либо ниже, либо выше. То есть либо рабочие специальности, либо уже не раз в высшем образовании. Работа не волк, но убежать может. Чтобы не упустить шанс найти престижную вакансию, амичи стараются посещать акции службы занятости почаще. Вот и в этот раз знакомых лиц оказалось много. Однако есть ли в этом смысл – пока непонятно. Тем не менее, учиться никогда не поздно. И поэтому на базе службы занятости всегда можно пройти переквалификацию. Вполне возможно, что тогда поиски работы увенчаются успехом. Открыли раньше, чем достроили. Жителям Омска презентовали обновленный бульвар Мартынова. Ремонтные работы на объекте проводились в рамках проекта формирования комфортной городской среды. За их проведение проголосовало несколько десятков тысяч горожан. На реконструкцию планировалось потратить 23,5 миллиона рублей. И, судя по тому, каким предстал бульвар на церемонии, строители были бы не прочь потратить еще столько же. Но не успели. В считанных метрах от ухоженных клумб лежали неиспользованные стройматериалы, а пешеходные дорожки упирались в кучи земли. Чиновники, впрочем, поспешили напомнить, что завершена пока только первая очередь строительства. Едва ли не большая часть работы еще впереди. Мэр Оксана Фадина, поддерживая принцип «тише едешь, дальше будешь», и вовсе заявила, что проект реализовывают не торопясь. Из-за его сложности и причудливости архитектурных форм. Мы решили сделать им два этапа, не торопясь, но с высоким уровнем качества. Здесь будут и литературная сцена, и возможность почитать стихи, и посмотреть некоторые сценические показы, и просто ребятишкам поиграть, и полюбоваться той зеленой природой, которая будет здесь воссоздана. Отечественные экономисты вновь бьют тревогу. Российским банкам грозят многомиллионные убытки. Причина части кроется в устаревших банкоматах. Представители фирмы, производящие банковскую технику, предупредили финансовые организации о крупном вбросе фальшивых банкнот. Оказалось, мошенники распространили довольно большую партию липовых пятитысячных купюр через банкоматы с устаревшими механизмами защиты. Система не распознала подделку. В итоге изготовители банкоматов призвали финансовые организации временно отказаться от приема крупных банкнот. Чуть позже, правда, эксперты поспешили успокоить граждан, заявив, что фальшивые банкноты не должны выйти за пределы столичного региона, а проблемы не окажут большого влияния на остальных россиян. Однако никто не осмелился дать гарантии, что история не повторится где-нибудь в глубинке. Такой сценарий вполне реален, учитывая, что, например, в Омске технически устаревших банкоматов больше, чем в Москве. Профессиональные общественные наблюдатели должны повысить доверие о мечей к процедуре выборов и результатам голосования. Впрочем, тем, кто еще недавно следил за голосованием на выборах президента страны, сейчас на избирательных участках могут оказаться на птичьих правах. Об этом заявили в рамках круглого стола с участием общественников и представителей избирательной комиссии. Все потому, объясняя член Общественной палаты России Максим Григорьев, в Омске области, в отличие от других регионов, не успели внести поправки в региональное законодательство, согласно которым наблюдатели Общественной палаты могут официально контролировать ход голосования. Впрочем, чтобы не терять армию этих контролеров, а это 1800 человек, специалисты придумали два варианта решения проблемы. Первый – создать мониторинговую группу, включающую помимо наблюдателей, экспертов и журналистов, она будет способна оперативно решить любые проблемы в день голосования. Второй способ – попросить самих кандидатов на должности главы региона включить независимых общественных контролеров в свои штабы для размещения их на избирательных участках. Региональные законы, я не сомневаюсь, что поменяются в ближайшее время, будут внесены соответствующие изменения, логичные федеральным, и уже начиная со следующего года Общественная палата ваша сможет осуществлять контроль за всем уровнем выборов. Уже есть президентский контроль, у нас есть возможность, Государственная дума, региональный и муниципальный в последующем. Обеспечивать легитимность и прозрачность выборов в Омской области будут те, кто уже прошел профессиональную подготовку общественных наблюдателей. Впрочем, стать контролером может любой желающий. Для этого нужно обратиться в Общественную палату и, опять же, пройти обучение. Подробнее о предстоящих выборах губернатора поговорим с политологом Инной Витренко. Инна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. До дня голосования остается чуть меньше недели. Как вы можете оценить предвыборную кампанию? Действительно ли все так проходит спокойно и без происшествий? Или есть все-таки какие-то интересные моменты? Совершенно верно. Все проходит очень спокойно, очень тихо, очень легко. И у многих обывателей создается такое впечатление, что избирательной кампании вообще нет как таковой. Не заполнены даже те специально отведенные места избирательной комиссии для агитации кандидатов. Многими из них очень скудная наружная политическая реклама. Совершенно не отражает интересы избирателей, список кандидатов. Поэтому я бы назвала это не выборами, а некой фикцией выборов на данный момент. А как в других регионах ситуация развивается? Вы знаете, очень много сравнений по выборам губернатора в Омской и Новосибирской области. Действительно есть основания для этих сравнений. Во-первых, Андрей Травников, так же как и Александр Бурков, назначенец Владимира Владимировича Путина в октябре. Он так же, как и наш в Рио губернатор, прошел программу лидеры России. Он так же варяг для своего региона. И многие считают, что кампании избирательные, которые проходят в этих двух соседних, очень близких территориально и ментально областях, схожи. При всей внешней схожести, на самом деле, там очень много различий. Во-первых, в Новосибирске выдвинуты представители парламентских партий, зарегистрированные в качестве кандидатов. Тот же Андрей Травников пошел от партии «Единая Россия», в общем-то членом которой он изначально и являлся. Есть представители от партии ЛДПР, есть представители-кандидат от партии «Справедливая Россия» и один самовыдвиженец. Также четыре кандидата. Нет коммуниста традиционно, ведь Новосибирск, Новосибирская область, видимо, заразившись от нас, вот этой краснотой, тоже всегда являлись красным регионом. Коммунисты набирали у них достаточно много. Но элементарно вспомним, что мэр Новосибирска – это коммунист. Но ситуация в плане договоренностей и поддержки коммунистов кандидата от «Единой России» Андрея Травникова выглядит несколько иначе, чем поддержка нашего обкома КПРФ Александра Леонидовича Буркова. Дело в том, что Травников и Локоть фактически заключили публичное соглашение о взаимной поддержке друг друга. Локоть пообещал этот раз не выдвигаться против Травникова, а Травников публично пообещал на следующих выборах мэра поддержать кандидатуру коммунистов. Это, по крайней мере, честно и прозрачно, и интересы всех здесь понятны. У нас же выдвижение Александра Леонидовича Буркова, которое состоялось при поддержке трех партий – «Единой России», «Коммунистическая партия» и «Справедливая Россия», оно происходило несколько иначе. Наши коммунисты до сих пор своему электорату не объяснили, почему в Красном регионе, где очень много электората коммунистов, они не нашли возможным выдвинуть своего кандидата и предложить свою повестку и свою предвыборную программу. Также у нас очень много в регионе самовыдвиженцев. Кстати, в отношении самовыдвиженцев, самовыдвижение – процедура нелегкая, поскольку там нужно пройти муниципальный фильтр, то есть обеспечить себе поддержку депутатов местных представительных органов власти и собрать хоть и небольшое, но определенное количество подписей. Это тоже процедура не из легких. Однако это нисколько не смутило ряд наших самовыдвиженцев, вот как, допустим, Анатолий Соловьев, ведь заходило гораздо больше самовыдвиженцев. Сам муниципальный фильтр – вот с одной стороны вещь достаточно интересная. То есть мы выдвигаем не абы кого в качестве самовыдвиженца, а того, кому доверяют местные элиты, местные депутаты, которые являются лидерами мнений. Но на самом деле вот процедура нынешнего избирательного цикла не только в нашей области, но и в других регионах нам показала, что это такое поле для манипуляций, потому что возникает некий картельный сговор партийный между депутатами, и они занимают позицию только провластного кандидата, отдавая подписи ему, отказываясь отдавать подписи за других, мотивируя это позиции партии или какой-то иной позиции. Поэтому наши два самовыдвиженца, которые вот сегодня у нас находятся в списке, один из них Александр Леонидович, другой господин Соловьев, с одной стороны это как бы позитивный момент для региона, двое смогли этот муниципальный фильтр пройти. Допустим, во Владимирской области муниципальный фильтр от коммунистов, чьи позиции там тоже неплохие, проходил известный журналист Максим Леонардович Шевченко, так вот ему этот фильтр просто-напросто не дали пройти вот как раз за счет этого картельного партийного сговора среди местных депутатов. Поэтому ситуация у нас, конечно, отличная от Новосибирской области, отлично от европейских регионов. И ситуация, я бы не сказала, что очень опасная, она опасна только в одном, она опасна в явке. Если будет минимальная явка, то не состоятся выборы в плане легитимности, а это то, что выборы должны прежде всего для власти обеспечивать. Ну а, кстати, явки, какие ваши прогнозы все-таки? Вы считаете, Амичи заинтересуются голосованием или нет? Вот вы знаете, если не проводить никаких дополнительных явочных кампаний и мероприятий, то есть не предлагать розыгрыши автомобилей, не обеспечить бесплатный проезд в транспорте. У нас это уже проанонсировали. То есть вот если этого не сделать, если не организовать какие-то ярмарки, концерты, мероприятия, то вот голый процент без работы административного ресурса и без работы по явочным кампаниям я бы дала примерно точно такой же, как был на выборах Двораковского в 2012 году, около 15%. Но если учесть, что у нас очень сильно любят явочные кампании, реагируют на них, некоторые социальные слои Амичей и некоторые жители Омской области, я думаю, до 25-27% ее удастся поднять. Но если подключат административный ресурс, необходимые 35% будут. Назначенных в регионы в Рио, в том числе и Бурково, уже крестили губернаторами-технократами. Как вы считаете, в чем преимущество таких управленцев и в чем все-таки минусы для регионов? Ну я уже неоднократно говорила, технократическая система управления, против которой я ничего не имею, очень подходит для бизнеса и для предпринимательства. Там она работает, она давно там показала свою эффективность. Дело в том, что в политике выстраивать технологично процессы можно, бесспорно. Это будет больше порядка, меньше бюрократии, но будет отсутствовать содержательная часть, содержание, вот этот вот человеческий фактор, который должен учиться в политической системе управления. И полностью отсутствуют критерии эффективности, как проверить, так скажем, эффективность этого управления. Что я здесь имею в виду? Ну вот на конкретном примере. Вчера состоялась встреча в Рио губернатора со студентами Омского государственного университета. Вы знаете, Александр Леонидович произвел на большую часть студентов очень позитивное впечатление. Он умеет говорить, общаться, настроен на диалог, открыт, ко всем обращается по имени, лучезарно улыбается. Представительно выглядит. Но если вдуматься в содержательную часть, а что он дал в качестве ответов, очень конкретных, актуальных, которые задавали наши студенты, то содержательной этой части нет. Это были красивые технологичные ответы, но ни в коей мере не какая-то конкретная информация, которая требовалась прежде всего студентам, которую они ожидали. Вот в этом вся проблема технократов. Полнейшая технологичность, подконтрольность, отсутствие даже в некоторой степени бюрократии, но нет никаких критериев замерить их эффективность. Внешне хорошо, и на этом позитивная оценка общая и формируется. Инна Александровна, спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо большое. А я напоминаю, с нами была Инна Витренко и к другим темам дня. Проверят и накажут. На сообщение о возможном росте цен на хлеб отреагировали ФАС. Антимонопольщики обещали взять ситуацию под особый контроль. Региональные подразделения усилят надзор за соблюдением законодательства на хлебном рынке. Полученные данные будут анализировать на федеральном уровне и примут все необходимые меры, чтобы остановить рост цен. Сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цыганов. Проверка обязательно будет проведена. Мы должны выяснить, кто это сказал, на каком основании сказал. Если это противоречит нашему закону, то вынести предостережение этим людям, чтобы они не допускали подобных высказываний, которые могут ситуацию на рынке изменить. Напомню, что накануне федеральные СМИ озвучили прогнозы, согласно которым в октябре цены на хлеб в России могут вырасти в среднем на 10%. Причиной колебания валюты возможны неурожай. На стоимость хлеба также может повлиять повышение НДС. Даже несмотря на то, что этот продукт находится в списке товаров с пониженным налогом в 10%. При этом в федеральном Минсельхозе уверяют ситуация под контролем. Цены, если и увеличатся, то незначительно. Максимум на 2%. Небархатный сезон. Наталья Турс исключили из федерального реестра туроператоров. Такое решение приняли в Ростуризме. Под скандальным брендом прекратили свою работу три компании. Панорама Тур, агентство путешествий Наталья Турс и туроператор Наталья Турс. Как пояснили в Российском Союзе туриндустрии, исключение из реестра автоматически запускает механизм выплаты компенсации пострадавшим клиентам. Однако финансовых гарантий компании не хватит, чтобы полностью возместить все потери. Напомню, в июле Наталья Турс из-за финансовых трудностей аннулировала все оплаченные туры, прекратила продавать новые. Пострадали более 30 тысяч туристам. В целом ущерб в июле составил более миллиарда рублей. Власти, кажется, нашли ответ на вопрос, кто проложит для российской экономики путь в светлое цифровое будущее. Роль проводника и по совместительству спонсора планируют отвести бизнесу. Иными словами, правительство России предложило отечественным предпринимателям поучаствовать в сборе денег, необходимых для повсеместного внедрения новых технологий. Замен коммерсанты, особенно те, кто занимается развитием IT-индустрии, могут рассчитывать на получение льготных кредитов. Напомню, переход цифровой экономики эксперты оценили в полтора триллиона рублей. Не исключено, впрочем, что эта сумма увеличится. По информации ведомости, сами авторы проекта оценивают конечную стоимость реализации программы. Цифровая экономика примерно 2,7 триллиона рублей. Урок безопасности для всех. Специалисты МЧС провели по Омским школам специальные рейды. На этот раз качество знаний демонстрировали не учащиеся, а преподаватели, заучи и директоры. Ну а школьники на личном опыте убедились, что в МЧС без хорошей физической подготовки делать нечего, а спешка все же может иногда пойти на пользу. Подробности у Дарьи Тюменцевой. Вместо скучных лекций – мультфильм. Спасатели рассказывают младшим школьникам, как вести себя при пожаре. Главный номер, который нужно знать, чтобы вызвать бригаду МЧС – 0,1. С мобильного телефона звонит пожарную охрану, но что по-другому? Нужно добавлять в единичку. Старшеклассникам, напротив, предлагают попробовать себя в роли реаниматологов. Запускать сердце пострадавшего учатся не по книгам, а на манекене. 30 ритмичных нажатий на грудную клетку пациента и искусственное дыхание. Самое главное, напоминают врачи, не растеряться и суметь оказать первую доврачебную помощь, пока скорая в пути. Вы на него, нависаете на нем, прямо, да, нависаете, руки прямые. Вот обязательно, почему прямые руки? Потому что вы делаете не руками, вы делаете весом своего тела. И тогда вы сможете делать его, ну, полчаса хотя бы, минут 40. Не успели школьники запомнить уроки спасателей, зазвенела пожарная тревога. К счастью, учебная. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. По легенде, возгорание в малом спортивном зале. Ученики без паники идут за одеждой в гардероб, а пожарные уже у порога школы. Подоспели за три минуты после сигнала, при нормативе в 10 минут. Спасатели отмечают, дети во время учебной тревоги ведут себя правильно. Однако главное, не паниковать, если ЧП произошло на самом деле. Самая главная наша задача, это научить детей не паниковать в данных ситуациях, так как паника может привести к трагическим последствиям. Поэтому, в принципе, дети вели себя правильно, не паниковали, спокойно эвакуировались. Это им поможет в дальнейшем, находясь в торгово-розысковом центре. Пока все 800 человек эвакуировались, пожарные уже потушили возгорание и даже успели вывести по легенде заблудившихся в школе учеников. Вся тренировка заняла 8 минут. Директор лицея рассказывает, тревожные звонки раздаются несколько раз в год. Действия отточены до мелочей. Впрочем, сегодня один из эвакуационных выходов был заперт. Об этом руководству сообщил инспектор МЧС. Инспектор мне сейчас сказала, что один был все-таки с ключиком. Но утром я проходила, проверяла, там открыто было все. Поэтому, ну, может быть, что-то возникло. Дети, в принципе, знают, что если есть такой сигнал, они знают, что они делают. А вот сами дети уверены, пока тревога учебная, эвакуация проходит спокойно и слаженно. Но при реальном ЧП, возможно, и другая картина. Ну, волнение будет, конечно, определенное, потому что это не шутки уже. И эвакуация будет самая настоящая. И есть риски пострадать. По оценкам спасателей, обучение прошло на троечку. Чтобы подпластить пилюлю, пожарные решили показать ученикам служебную машину и дожидали почувствовать все прелести работы на собственном опыте. В МЧС уверены, учебный процесс должен быть не только полезным, но и интересным, чтобы информация банально не забылась. Ведь умение реанимировать пострадавшего может пригодиться в любой момент. И на этом у меня все. Следите за развитием событий и оставайтесь на телеканале РБК Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова